Ну что, растим? Всем привет! С вами Лура. Создаю свой рай. Хоть пока и томатный. Томатный рай, так называется моя новая группа, Телеграм. Проходите, смотрите, подписывайтесь. Самые интересные впереди оставила внизу. А теперь, когда рассада в самом расцвете сил у меня, я могу быть неголословной и подробно рассказать, чем я ее подкармливаю. Потому что много очень вопросов, чем вы кормите рассаду, что она у вас такая крепкая и красивая и яркая. Вот наглядно все показано. И это не просто подкормка или там что-то еще. Это очень-очень такой комплекс мир. Я написала, сейчас так модно говорить, гайд полностью от семян до высадки в грунт рассады томатов конкретно. Но такой способ подходит и для баклажан, и для перцев сладких. Итак, об этом я сегодня говорить не буду, а поговорю чисто о подкормке. Я подкармливаю самым наипростейшим способом. Воды у меня двухлитровая бутылка. Я добавляю примерно 20-30 грамм. Но это вот такой вот раствор светлого чая получается. Никогда не вымеряю, так немножко на глаз, 20-30 грамм на литр. Получается 40-60 миллилитров на вот эту вот двухлитровую бутылку. И буду поливать под корень по влажной земле. Это важно. С утра сегодня полила, немножко подсохла за день. И сейчас буду под корень потихонечку лить. Если вот такая маленькая, то буду использовать грушку или маленькую леечку тоненькую, чтобы все попало под корешок именно. Ну, а такие большие тоже пролью еще раз под корень. Под такую вот рассаду я рассаживаю в 8-дневном, 10-дневном возрасте по рассадным ящикам. Это гумисол М, эликсир для растений. Очень классное удобрение. Не классное удобрение, классные грунты. Результат отличный. Когда уже буду высаживать в грунт, тогда буду заправлять уже лунки, куда буду высаживать томаты. Я создаю свою коллекцию томатов экзотов. Вот таких вот разнообразнейших. У меня уже в коллекции более 200 сортов. А их очень много и красивых. Этим я заболела давно и иду к своей цели. Вот такие вот у меня результаты.